Всем привет, вы на канале SEOQuick, меня зовут Николай Шмачков и в этих видео уроках я хотел бы рассказать немножко про репутацию в интернете. И конечно же мы сегодня поговорим про то, как Google работает с репутацией, как он ищет репутацию о вас. И собственно в этом видеоролике я эти моменты в виде тезисов хочу обязательно вам всем изложить. Итак, поехали. Напоминаю, репутация сайта основана на опыте реальных пользователей и на мнению людей, которые являются экспертами в данной сфере. То есть сайт представляет собой часто реальные компании, организации и другие сообщества, поэтому исследование репутации относится как к веб-сайту, так к реальной компании, также организации и сообщества, которое представляет сайт. Ваша задача, как говорится, сделать так, чтобы пользователи и также ассессоры Google могли оценить качество страницы сайта, а не слепо доверять информации, которая расположена на самом ресурсе. То есть, как говорится, доверяй, но проверяй. И конечно же, что нужно делать, вы должны понимать, что не только пользователи гуглят информацию о вас, это же делают и сотрудники поисковых систем, в частности Google, а так называемые ассессоры. В сеть уже давным-давно гуляют инструкции для ассессоров и в этом коротеньком видео уроке я хочу рассказать, как, собственно, Google узнает, собирает информацию о репутации вашего сайта в сети. И на самом деле это все очень просто. В первую очередь, как говорится, изучается репутация для того, чтобы понять, что думают другие пользователи, эксперты. Они должны найти отзывы, любые упоминания, рекомендации экспертов, новостные статьи и любую другую достоверную информацию о сайте, которая написана конкретными людьми. Это ключевое слово. Исключается любая информация, которая сгенерирована с так называемыми парсерами, сайтами, которые агрегируют информацию и тому подобное. В этом плане, конечно же, вы иногда можете видеть в Ахре все ссылочки, которые сгенерированы автоматически. Эти ссылки не учитываются при продвижении и при выборе репутации. И, как и мы говорили в одном из наших подкастов для алгоритма YourMoneyYourLife, асессоры особо щепетильно относятся к определенным рубрикам сайтов. Это финансы, здравоохранение, право и другие рубрики. О них я останавливался в подкасте, так что ссылочку на подкасты обязательно оставлю под этим видео. Рекомендую всем ознакомиться. Ну и, конечно же, как ищется эта информация? Информация должна быть не статистической или там собранной компьютером. То есть, это новостные журнальные статьи, записи в блоге, статья в Википедии, обсуждения на форумах. Да, кстати, вот обсуждения на форумах и рейтинги независимых организаций могут быть действительно источниками данной информации для сбора репутации. Вот, и ищутся все источники и сортируются по уровню доверия. Да, то есть, яркий пример, да, сайт такой, как Alexa, да, он генерирует информацию о сайте. Это ни поисковики, ни асессоры не учитывают как достоверный фактор об информации. Вот, для магазинов учитываются так называемые отзывы клиентов, которые полезны для оценки репутации и, собственно, магазина компании. Но также вы должны относиться к ним с осторожностью, потому что отзывы могут попросту накрутить и они могут быть, говорится, выглядеть неестественно. И Google действительно борется над тем, чтобы определять естественные и неестественные отзывы в сети. Вот, также есть соответствующие статьи о поддельных отзывах, которые вы можете погуглить, найти без проблем. Ну, и я покажу сейчас коротко на нашем видеоуроке, какие виды непосредственно поиска используют сотрудники Google. Первый запрос, который мы будем рассматривать, это запрос формата названия вашего сайта, исключая основной запрос вашего сайта. Собственно, вы должны определить вот эту самую домашнюю страницу, вокруг которой будем вести всю работу. Мы рекомендуем искать без протокола HTTPS, вот в том виде как оно есть. Если вы будете искать именно так, вы увидите всю информацию, в частности по бренду, допустим, вот здесь вот смотрим этот сайт, исключая сам сайт. Что мы увидим? Что поисковик предлагает подсказку, что этот запрос, он предлагает его разделить и, соответственно, показывает полтора миллиона результатов, что есть недостоверно. Поэтому второй поисковый запрос, который вы будете использовать, это, конечно же, запрос, но только с взятой в кавычки фразой. И вы увидите, как, конечно же, да, оно превратится в 93 результата из полтора миллиона. И это уже будет, естественно, информация о любом сайте. Таким образом, по вот этому показателю можно взвесить вес рейтинга отдельного сайта, сколько результатов поисков сети встречается в поисковой выдаче по конкретному запросу. И можно увидеть всю информацию по этому сайту, которая присутствует по этому запросу. Но вы можете увидеть, что ситуация немножко отличается, то есть, что мы видим, что помимо бренда встречается не только бренд, поэтому можно отдельно делать третий поисковый запрос, который, так называемый, называется поиск названия сайта. И здесь мы ищем вот точно также название сайта минус название сайта. Результатов становится 87, отминусовывается совсем мусор и остается более естественным. И здесь вы можете увидеть уже больше информации по сайту, которая есть. Следующее, что нужно смотреть, я рекомендую смотреть запрос отзывы, потому что поиск отзывов это то, что делает любой сотрудник поисковой системы, он вбивает запрос отзывы и ищет сайты, где находятся отзывы. И, конечно же, открывает их и смотрит, где отзывы есть. Видит, что отзывов нет и понимает, что с отзывами нужно заниматься. Видит, что есть какой-то рейтинг, где нет отзывов и, собственно, у него результаты относительно этого магазина будут негативными, потому что отзывов он не видит. Конечно же, есть еще Google мой бизнес, там Яндекс справочник и тому подобные сервисы, где отзывы тоже есть. Но, в целом, это проверяет сотрудник поисковика. Поэтому, что я бы посоветовал вам сделать, я бы порекомендовал вбить любое название вашего конкурента, поискать отзывы, которые есть, поискать площадки, где он размещает отзывы и, конечно же, заняться этими площадками, начать на них нарабатывать отзывы. Просите ваших клиентов делать вам отзывы. И это поможет вам в глазах Google, мы говорим про Google, вырасти, потому что Google определяет в топ-10, показывает выше того, у кого репутация выше. И это факт, потому что это реальная инструкция сотрудников Google, и вы должны о ней, конечно же, знать. Вот, и, как говорится, исследуя репутацию веб-сайта, у них отдельный пунктик, они должны искать источники, которые не были созданы самим веб-сайтом или заинтересованным лицом. Поэтому очень важно, чтобы площадки, которые вы выбирали, однозначно не светились откровенно серыми ссылочками. Лучше идите в белую по хорошим площадкам и, само собой, оставляйте информацию там. Вот, то есть, понятно, что не считается репутацией страница ваша собственная Facebook или Twitter или Instagram, потому что она ваша, и такие ссылочки пропускаются. Но, допустим, официальные агрегаторы отзывов, какие-то справочники однозначно расцениваются как авторитетный источник информации. Вот, на самом деле, независимые источники они изучают по статье в Википедии. Есть специальная статья в Википедии, которая посвящена поиску независимых источников. И по этой статье непосредственно рассказывается, как правильно искать настоящие источники, а не проплаченную сторону. Потому что, в противном случае, вы сделаете неправильный вывод. Ну, соответственно, сотрудники Гугла сделают неправильный вывод и выберут не по тому принципу. Но они прекрасно это знают, у них это критерий качества. Учите, ищутся статьи, обзоры, сообщения на форуме, обсуждения, написанные пользователи о том или ином сайте. То есть, например, можно составить мнение источников на основе обзоров на ряде организаций. То есть, для некоммерческих организаций можно учесть, где она участвовала, на каких акциях светилась и тому подобного. Вот. И, конечно же, очень важно наличие статьи в Википедии или на каком-то известном сайте. Википедия является хорошим источником информации. Поэтому все ссылки в Википедию, все стремятся туда попасть. Поэтому найти информацию в Википедии о бренде, то есть, допустим, если вбить сайт wikipedia.org, то есть вот, соответственно, вот так вот сайт. И вот здесь вот мы вбиваем wikipedia.org. Вот так мы будем искать, есть ли информация по вот вашему сайту в Википедии. Или давайте какой-то возьмем другой сайт. Вот один из сайтов, который мы знаем, что есть в Википедии. И проверим его наличие. И вот мы видим, что в украинской Википедии есть вот эта страничка о одном из наших проектов, которые мы продвигали, занимался социальной программой. Вот, собственно, пример того, как можно раскрутить себя и показать Гуглу, что вы являетесь авторитетным источником. И, соответственно, что происходит, если сотрудник Гугла не находит никакой информации о вас? Конечно же, он, как говорится, в случае небольших организаций информации может быть действительно очень мало, либо она может отсутствовать. Это не значит ни положительная, ни отрицательная репутация. Это малые предприятия, действительно, очень слабо представлены. Они это прекрасно знают. И для них важны не там, не онлайн-обзоры, а то, что про них говорят люди. Отсутствие репутации не рассматривается как признак низкого качества страницы. То есть, вы должны пойти по такому пути. Если среди ваших конкурентов отзывов мало, это норма для поисковика. Если он видит, что у вас отзывов там 5, а у конкурентов 0 или там 1, это нормально. И он примерно понимает, что в этой нише это работает так. Но если в вашей нише отзывы, это нормальная практика. То есть, вбивайте любой запрос, да, там, допустим, 8 мы возьмем там розетка и там сразу же проверим розетка.com.ua и отзывы. Мы увидим, сколько отзывов есть про этот сайт. Добавим слово отзывы. И посмотрим, сколько отзывов есть на розетку. Мы увидим, на каких сайтах есть отзывы. Можно увидеть, какой рейтинг, какое количество отзывов. Эта вся информация доступна. И вот каждую вкладочку изучает асессор и смотрит, какие отзывы на сайт оставлены. Какой средний рейтинг на каждом сайте. И это все просматривается. Ваш рейтинг, допустим, на агрегаторах, которые висят в топе, соответственно, на других сайтах и тому подобного. То есть, вы должны понимать, что именно вокруг вот этих штук и крутится SEO. То есть, вокруг борьбы за честные отзывы. Поэтому старайтесь внимательно, для того, чтобы про вас отзывы росли. Если в вашей ниши конкуренция высокая, уделяйте этому внимание. Потому что вы можете быть удивлены, что отзывы про вас наплодились в сети сверх негативные. Вы не понимаете, почему вы не растете, почему нет никаких ростов качества. А скорее всего Google на вас положил глаз и пометил вас ниже. И вы уже будете получать меньше трафика, чем любой аналогичный конкурент. Поэтому отзывы в сети для Google это архиважный пунктик. Поэтому уделяйте внимание как их расположению, так и следите за конкурентами, сколько у них отзывов. Если вы видите, что конкуренты активизировались, задумайтесь. Возможно, вы где-то что-то проглядели. И чтобы не было такой ситуации, что по причине того, что вы проморгали этот момент, вы упали в выдаче. И AT, собственно, он и вводился как один из пунктиков. Авторитетность мы сейчас говорим. А нет, Trust. Это пунктик, буква Т. Доверие. И доверие пользователей строится на основе как раз отзывов. По поводу, собственно, экспертности, авторитетности. Как найти автора? Поисковики также занимаются тем, что ищут авторов в сети. Например, по такому запросу названия автора, да, можно поискать. Вот я исключил все свои страницы наших сайтов, вбил свое имя и вижу, где мой контент присутствует. И могу найти, где мой контент появлялся где-либо в сети. Соответственно, все делается вокруг этого, то есть и мы понимаем, что весь контент поисковики ищут точно также. На этом, собственно, все. Ребята, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, обязательно на них отвечу. Также я с удовольствием готов буду обсудить любые другие темы. Пишите их в комментах. Такие коротенькие видео уроки мы планируем записывать регулярно. Всем спасибо и до новых встреч!